Можно, да? Тогда садимся Смотришься замечательно Товарищи, я начинаю Аня, Полина, Артур, я начинаю Все, давай Хорошая новость Я сегодня на третьем даве его нашел Большого живого, да, я взял, перевернул, проверил То есть, есть, вот Хорониум Какого размера? Ну, в общем, стандартный В прошлой моллюске он вот такой Я вот ракушечку нашел, видела, не есть Это не та, то, что ты мне говорил Это вот такая тонкая, длинная Нет, не тонкая, она вот такая основания Но не вот с таким шаром, но поменьше Нет, ну, может быть, молодая Нет, я пустую ракушку нашел А, пустую, ну, сдохла Ну, в общем, так или иначе, я нашел Живую, они здесь есть А вообще, если кто обратил внимание Конкретно в этом месте Огромное количество лески лежит на дне Вот они все выловили здесь Вот этот дайв, вот и приходят Мы спим ночью, они рыбачи Нет, это правда Это правда, это, так сказать, 100% И третий раз они сливали дерьмо Нам на голову, вот на этом рифе Но у них что-то с танком У них срабатывает, типа, переполнешь сигнализация Дальше Халил подъезжал с ними материться, ругаться Что вы делаете? Нам уже, значит, гости сказали, что Мы сливаем, а мы сделать ничего не можем Ну, вот у нас рика сработала То есть у них какая-то, ну, дефект Профер, ну, при кофе, конечно, с одной стороны Но с другой стороны, у них действительно что-то барахли Вот, поэтому там, так сказать, начинают орать, сжать И тут же этот запах идет, и все понеслось То есть они танки на риф сливают Мне сказали, чшш, никому не говорили Вот Нет, они должны это сливать в открыто море У них есть 3 мили от рифа ближайшего У них есть правила Здесь-то это действительно С этим довольно жестко С этим довольно жестко Вот, жестко, вот Я никогда такого не видел Хорошо Итак, напасти на пасти кораллы мира они не сводятся только этой огромной звезде есть хрень не менее отвратительная в том смысле что она кораллы жрет только не относятся к типу моллюска эти маленькие литочки друг милые они вот так усинки где-то там сантиметра ну максимум сантиметр там может быть побольше и вот они тихим сапом вот смотрите да вот и кто-то пять штук сидит они потихоньку точно также просто потихоньку ползут и съедают вот это вот так кораллы и если оканта стара вот этот терновый венец его можно как-то собирать там это готовит собирать нельзя это вот как облепиху собирать если кто собирал когда-то вот у бабушки надеть вот это та же засада то есть это мелкая да и там все но никто этого и сделать вот это австралия так точно это австралия это вот как раз вот когда я там северная часть очень сильно пострадала она пострадала преимущественно на самом деле это все началось раньше не от вот этого сильного ветра и сильных волн которые он вызывает от дождей ураган несет огромное количество влаги да и так случилось что вот несколько сезонов подряд на северо-восток австралии обрушивались вот эти вот ураганы на больше или меньше силы были вот но они приносили с собой огромное количество осадков и поверхностный слой воды стал пресным еще соответственно что было там вот в нем живо то есть вот ну скажем так действительно пресно-пресная вода была там 0 до 2 метров а дальше это все равно расплеснение же да и перемешивание тоже как-то было очень небольшое поэтому обесцвечивание было вызвано именно вот этими дождями но а про это может быть еще где-то и я к этому вернусь а про сами ураганы допустим ураган там 80 нет раньше семьдесят восьмого или семьдесят девятого года уничтожил большую часть кораллового очень красиво огромного кораллового рифа возле острова киросау это малые антийские острова это карибское море и основную массу карибских кораллов основной вот такой вот массив составляет акрапора пальмата вот это вот как называют айконик спичис то есть это вот символ да я первый раз на островах сан-блас рядом с панамой когда увидел их мы там давить было нельзя там только сноркать и нас вывезли на лодке и покидали туда ну и я там такой радостный нырнул думаю так вот боковым зрением что тут деревья над ней делают как я развернулся и вот значит я нырнул я плохо ныряю с обычной маской у меня полностью искривлена и сломана перегородка носовая поэтому я не продуваюсь пять метров максимум дальше у меня глаза все лопаются все сосуды и вот я уже значит на это песчаное дно встал вот передо мной вот такой вот ствол и дальше вот такая вот крона то есть вот до поверхности вот эти вот огромные столбы деревья которыми там допустим по тысячи лет они живые а вот как вот здесь мы видим огромные колонии паритасов вот эти вот колонны да вот то что вы видите но и вот это все сейчас карибское море отсутствует этот вид почти уничтожен это был самый массовый коралл то есть он сдох от потепления от загрязнения и так далее но вот конкретно на киросао ураган все это в четверг матери снес и она почти не восстанавливается вот в небольшом кусочке в какой-то там вот лагунки небольшой даже смотрите какой это год да вот они нашли восстановление вот так растет молодая корпора пальмата этим колониям там по 3-5 лет они как бы ну вот еще вот как пуст малины там допустим небольшой они еще очень маленькие но вот как это выглядит тогда это в принципе да можно представить себе не потревожено что-то если только увеличить их пять раз вот так и так вот это все это было этого ничего больше нет их как-нибудь сохраняют искусстве их пытались разводить но ничего сразу с разведением кораллов нормально варим нет ну в аквариумах они есть дело в том что для такого вот вида вот смотрите вот это последствия урагана да вот вот когда основная массив был снесен и вот он потихоньку эти вот вот эти вот основания огромные толстенные по два метра до этих деревьев вот они постепенно там где что-то живое осталось они начинают нарастать возле ямальки это на самом деле все равно слезы кошкины потому что таких колоний больше нет вот то что я вам говорил по поводу дожди которые как бы убили северную часть дополнение к этой самой звезде гадской вот очень большое количество кораллов на большом барьерном рифе вообще у меня есть так сказать тоже там специальная история чтобы биологу морскому биологу причем с таким ну ладно здоровым именем грубо говоря попасть на какой-то вот две станции всего биологические на севере на юге большого барьерного рифа лизард они малюсенькие нужно выставить в очереди полтора-два года станции очень маленькие они имеют очень маленькую пропускную способность в основном ориентированы на свои собственные университеты нужно да поэтому для того чтобы иностранец сюда попал нужно встать в эту очередь нужно оплатить чертовую тучу так сказать всего нужно доказать что твой дайверский сертификат соответствует австралийскому для этого надо доказать что твой доктор который так сказать даст тебе справку о здоровье да и доктор тоже имеет так сказать аккредитацию каким-то образом связан с этим я прошел через такие я стремился я хотел попасть на большой барьерный риф я оплатил своего бате это другой ученый который имел лицензию водить моторную лодку там да потому что я не мог там водить моторную лодку я ничего там не мог и вот я оплатил там же нет магазинов никаких это надо на пароме туда продукты доставлять все это было оплачено опять же куплено заранее все остальное то есть организация заняла и все и время колоссальное количество не я приехал туда и я увидел бабища тролл двенадцатый год был двенадцатый год да и потом вот эту фотографию допустим мне дала директор этой станции энд хоггер которая там уже 30 лет на этом большом барьерном рифе она наблюдала все этапы постепенного умирания то есть всех на слуху большой барьерный риф это как сказать 7 чудо света ребята там осталось 30 процентов в лучшем случае это такая мозаика вот большой барьерный риф да вот вот так сказать а это не рекламируется потому что на самом деле северная часть большого барьерного рифа находится в коралловом море через коралловое море никто не запрещал судоходство они объявили большой барьерный риф достоянием юнеско и туда туда на север на юг пилят и таскают нефть огромные танкеры танкеры регулярно там вот пару раз ты за последние 10 лет сажались садились на мельгии разливы и все остальное классика жанр да но тут же у них параллельно все эти хлопковые поля которые напротив этого большого барьерного рифа только на земле вот это большой барьерный риф куски остались живые вот но север поражен северная часть которая ближе к экватору собственно коралловое море она от нее осталось мало что сейчас я покажу уже свое это так сказать интернет на это что я хотел показывать вот смотрите да потому что по большому барьерному рифу то с севера прокатывалась что-то вот как эти дожди это звезда то есть юга что-то прокатывалась там тоже ураган и естественно по нему потепление волны тепловые они тоже шарахали неоднократно кораллы очень живучие ребята сейчас это следующее вот они очень быстро смогут вырастать то есть колония акракоры цервикорнис которая растет веточка 12 14 сантиметров в год этот сталообразные вот они вырастают за пять лет вот такого размера за пять лет они действительно очень быстро если им дать время они очухаются по крайней мере часть разнообразия может быть спасена вот у меня проблема что мы им не даем время это фотография бывшего кораллового рифа на ямайке еще в 90-е год то есть говорить о том что все началось только с 98 когда это первое глобальное выбирание совершенно неправильно потому что очень большом количестве мест кораллы убило местное население именно тем что называется перепромысел потому что как это не удивительно но если с кораллов убрать всю рыбу то масса трофических цепей на этом рифе будет нарушена и кораллы они тоже как бы если эту рыбу каким-то образом не добавлять они тоже начинают стагнировать и это тоже показано во многих исследованиях то есть это многокомпонентная система устойчива только тогда когда большая часть из ее членов элементов стабильно воспроизводится в этом месте убери допустим рыбу которая живет в водоросли убери ежей морских убери моллюсков да понимаете это то что я вам рассказывал и тут же начнется сыпаться другое а если сверху еще долбануть вот этой температурой я уже я сегодня так перегрелся на завтра в них трусах то есть я такого никогда не видел чтобы 31 32 вот вот да вода 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 а в одну пещеру мы заплыли я я просто этот пошел мохаммед игрить я для подожду здесь да я покажу чуть-чуть потому что там было 30 то есть я из 32 как в парной вообще кто-нибудь плавал в воде 36 38 я плавал во флориде на мелководных лагунах вот это называется вот а теперь слушайте я в одних трусах плывешь и потеешь именно так да 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 это это кошмар это кошмар то есть все варится но здесь вот то о чем я сейчас говорю это еще одна проблема когда мы забираем из океана все что только можно вот я сфотографировал там на мальдивах запрещено на рифах сейчас слава тебе господи ловить рыбу местное население все равно ловит но если тебя поймают можешь сесть значит они уже переживают они придумали другой способ на ландивских островах запретили сети полностью запретили переметы полностью совершенно только удочка . удочка может быть любого размера бревно вот канат к нему привязаны два таких якоря что они делают они поставили вокруг главных островов с большим населением этих мальдив так называемые временные плавающие устройства это я как знать не здоровый цементный такой бетонный вернее блок весом в полтонны от него идет вот так вот шнур наверх да а сверху они привязывают старые сети старые поплавки и от сетей так далее то есть создается некое такое вот плавающее пятно да вот из какого-то такого довольно долговечного материала который быстро обрастает снизу водорослями быстро появляется мелкая рыба где мелкая рыба там рыба покрутнее и так далее и в результате возникает вот такая временная кормушка для тунца потому что из океана приходят и днями иногда неделями ставит он закружен они охотятся на мелкую рыбешку которая под любым плавающим объектом в океане заводится ну из личинок потому что если сверху тебя плывет бревно это классно тебя чайка не слопает вот да и вот этот принцип был использован и теперь мальтийцы здоровыми такими теме удочками таскают я это видел я нырял на таком устройстве рядом там он там водоросли там сад там там кораллы там чего только нет вот под ним вот под этими плавающими да вот этой вот сетью старый да упс так и дальше чем будем а вот тогда то есть видите они как бы по крайней мере хотя бы по этому пути пошли спасибо большое вот но все равно ловит у островов на один раз тоже те сцена была очень неприятно с погружением возвращались и местные решили себе но те которые были на лодке те которые возили не дать мастера вот это вот или собственно наш капитан который они быстренько со своим помощником там поймали двух корифет вот кто знает такой корифена зачем красивая и называют иногда должен такая тупорылая изумрудно зеленая красавица золотистая там такая рыба мы вас искали и мы так и поняли что вы где-то там курить вот и да и и и в общем истекающую кровью эту рыбу на палубу там одной туристы плохо стало вот свозили по водой для получить удовольствие они тут же убили двух таких красавиц них это нормально они так сказать они кушать себе как бы до поймали по ходу дела ну их там потом пошла на нем как бы не стучала на них им по башке там дала руководство этого дурота для местных эти ресурсы они как бы вот ним богом даны и и вот они здесь везде всегда и то что они как бы все сожрут ну вот я вам показал картинку на ямайке на ямайке я говорю они поставляют теперь продукты из-за рубежа но потому что это он покупает и мы америка покупает им эти продукты потому что сами они не справляются им надо рыги играть ну вот вот это классика жанра посмотрите как выглядел улов вот то что называется на самом деле во многих местах курорты предлагают такую услугу выйдем на лодке и половину там еще тогда вот здесь вот размер рыбы которые флориды кейс ловили вот начиная с 50-х годов он групперы какие до слева джо фиш вот то что мы имеем там в середине давно практически можно считать вот а еще одна картинка опять задел это я фотографировал во всем мире запрещено ловить угадайте город специально написано это я сфотографировал на рынке такого лежит пожалуйста можно купить опоры в любом виде уже без плавников а нет почему по моему сплавниками лисы ранее вы просто это молодь это молотим года нет и они вот эту милость потому что взрослых то крупных уже практически нету да не а вот это знаменитая тоже диаграмма которая когда-то журналисты была опубликована это количество рыбы на квадратный там милю километр квадратный видится да то что написано вот по атлантике северная атлантика там где основной был промысел а вот то что ловили для того чтобы употреблять сто лет назад это вот ее не осталось практически да мы перешли на глубоководное троллиния потому что в православных количествах уже нет все смыслов тресковых войн ну да кстати вот это знаменитая доля банк вот большая да вот там вот где ее больше всего ловили там все северные страны европейские американцы конкурировали значит ее оставили в покое сейчас ее почти уже 30 лет никто в этом месте тресков ловит не думаете она так сказать восстановилась треска когда ее было вообще любая рыба когда ее чуть не тотально до она начинает размножаться раньше начинает созревать размножаться раньше и давать меньшие потомство и по количеству и по размеру то есть там классика жанра треска 10 килограммовые там 8 килограммовые товарные 300 потом они перешли на 5 килограммовый сейчас на полтора килограмма. Оно уже начинает размножаться, и больше оно почти не растет. В Норвегии, там, Белое море, там где-то еще вот на наших северах оно еще дотягивает, на Долгер-банке полностью изменилась структура экосистемы. Там доминирующими стали другие виды рыб. Там беспозвоночные теперь другие, там все теперь другое. То есть, не всегда, когда дать отдохнуть место, как говорят, оно все, типа, восстановится. Вот тут не восстановилось. И мы теперь, вот, сожрав все то, что было на поверхности, мы теперь, так сказать, активно убиваем все то, что там внизу. Проблема с этими донными травлениями, что они уничтожают тамошние донные богатые ученика системы, вытаскивая товарную рыбу, они выбрасывают до 70% биомассы, которые поймали. А оно все умерло. Потому что пока они его тащили наверх, оно все сплюснуто в этом, так сказать, тралле, оно погибает еще не дойдя до верха. Ну и плюс перепады давления, температура открыта. Это все варварский промысел. Мы едим с вами эту рыбу, добытую таким способом. Ну, вот. Кто отказался? Кто-нибудь из вас отказался от машины, от того, чего, чего? Что, что? Аквакультурную морель едем. Ну, понятно и только. На самом деле тут тоже много проблем. Понятно, что мы пытаемся найти аквакультуру, мы стали делать не потому, что мы лучше стали, а потому, что вот это исчезло. Да, 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 да. Мы, 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 мы чума, мы проказа, мы, мы худшие из того, что породила природа. Реально. Мы, так сказать, вот действительно с вами активнейший хищник, беспринципный, не могущий договориться внутри даже вот как бы там с одной страны, одного народа, да, уж тем более, если в планетарном масштабе. Дико неравномерное перераспределение ресурсов, да, перепроизводство еды в одних местах, и там умирают до сих пор люди от голода. И все это вот, и все это вот на плечах этого всей вот планеты. Ну, это китайский способ, да, мне вот говорили, туристы, так сказать, они, они туристы. Встал на эту, на колонии сверху, ай-я-я-я-я-я-я-го-го-го-го-го. Его жена оттуда китайская кричит, Сам дурак, сам дурак, я тебе говорила И он тут же в своих сандалиях Вот по этому кораллу Вот это я два раза не гадал сам На Мальдивах тоже Да, то есть совершенно никакого уважения У подавляющего большинства населения Нашей планеты Нет отношения к природе Как чему-то, так сказать, вот такому Что нужно беречь и все остальное Этим грешат только Ой, как бы недобитая большевиками интеллигенция Как говорили в собачьем сердце И то далеко не все Рынки Большой бизнес, огромные деньги Да, и со многими вещами Не считаются Европа, как бы Классический пример демократии Как бы культуры Спланированной экономики В хорошем смысле, да, вот и так далее Сейчас они догадались Что из тех ста видов С лишним птиц, которые на территории И вообще европейской части Европы Западно и восточно существовали У них осталось 30 Ну и что, вся остальная Вот эта орнитофавна, как они говорят У нее нет кормовой базы Они уничтожают, так сказать Регулярно орошают свои поля Несектицидами Даже не такими жуткими, как ДДТ Но, поскольку насекомых нет И птиц нет Зайдите в австрийский лес Там мертвая тишина Я ждал хоть один комар прилетит Ну вообще, первый раз, когда в австрийский лес пошел Там мы за губами иногда ходим А я со студентами там пошел На практику я ждал Ну вот они сейчас и прилетят Вот хрен вам Ни комара, ни птички Вот стерильный сосновый лес Монокультура Да? Ну, то есть мы даже там, где, как бы казалось, восстановили этот лес Мы не достигли того, чтобы Как бы была восстановлена вся система Вот Она уже жутко пуцая Она уже жутко деградирующая Вот И вот они сейчас Да, нам бы птичек-то надо было восстановить Ну а как же птичек восстановить? Ну, с одной стороны Вот Дании мы жили Мне говорят У нас крестьяне столько производят всего Что государственные доплачивают Не производите Конечно Ну вот, да Это вот один из способов Или выкупить огромную территорию Как Гаррисон Форд в свое время Значит С какого-то из своих там бешеных гонораров За Индиану Джонса Он просто купил Какой-то охренительный кусок ориготт Леса И там, так сказать, запрещена какая-либо вообще деятельность Ну, за исключение природоохраны Ну, горят они, к сожалению, эти леса Ну, тут никуда не денется Ну, вот вам пример такой Что по всему миру Как бы миллиардеры Покупают Те, которые помнили как Декаприев Да, в чем проблема-то Они покупают такое И там запрещают деятельность Ну, или как в Коста-Рике Они действительно 25% в Коста-Рике Это сейчас леса А те вот куски леса, которые там есть Они соединены еще и коридорами друг с другом Чтобы эти, так сказать, циркулировали между Потому что территория все равно очень много Небольшая Вот И тоже не все гладко Потому что Где-то им удалось Откупить и у владельцев эти территории А где-то нет То есть это все равно как бы частные леса Хочу продам, хочу вырублю И все остальное Тоже Но это все равно хороший пример А вот Мадагаскар – это другой пример Ну и да Мы же, так сказать, подходя к концу И имеем общий эффект Если бы мы говорили только об одном каком-то факторе Критическом и так далее Но зачастую это работает все в связке В разных местах какие-то факторы доминирующие Какие-то второстепенные Но в целом это никогда не только потепление Ну допустим Да, вот потепление Да, да Но зачастую рифы ослаблены предварительно чем-то Допустим, они очень сильно загрязнены осадком Да, потепление что-то там добьет Или еще что-то, да В данном случае мы ответственны за большую часть Из этих вот летальных факторов Потому что существует ли выход Решение вопроса об использовании ископаемого топлива Ответа ни у кого нет Да, население растет В Китае, помните, в Пекине запретили Всем сразу пользоваться автомобилями Они так зачидили Пекин Что вот те, у кого фамилия на А, С, Е и так далее В эти дни недели будет машина А те, у кого на Б и так далее И так далее То есть просто приказали больше не ездить Потому что там количество легочных заболеваний И рака и всего остального Кошмар, там солнце не видно Но Нет, таки вы мне будете это говорить Где я такой В Тайпэе Вот тоже Ну вот, да-да-да Серьезно, солнце не видно Смотри, ответственно Атомная энергия Так нет, естественно Естественно, что есть какие-то Как бы варианты Даже гидроэнергия Если не перегораживают, как мы делали раньше Это все вот огромное Да, китайцы схватывали Они свои юнезды перегородили Там такая вот эта гигантская плотина совершенно Которую треть Китая снабжает Но они убили Они сейчас еще больше строят То, что это все сверху Это, ну да Вот И это в общем мало кого волнует Когда речь идет о Как накормить население Обеспечить его, как они считают Достойным образом жизни То есть мы стерилизуем планету Вот большая часть превращается в поля Там, ну, города не настолько А вот поля Когда мы говорим Там машины, ископаемое топливо В 2000-2002 в Германии Жил, работал в Киеве на севере И там приезжал с докладом Наш узбек Работающий в Японии Вот Который, как бы, открыл мне тогда истину Он сказал, говорю Они машины с заводами-то Выпускают большую часть парниковых газов Я говорю, а что же тогда Он говорит, поля, дорогой, поля На которые вносятся органические удобрения Которые перегнивают И которые дают такое количество Америка На такое количество углекислого газа Сервой дороги И так далее Что, так сказать, там Машины тихо отдыхают И курят сторонки О! Да, вы понимаете Ну, тут еще говорят И коровы пупают В самом деле, да Если посчитать, что, так сказать Поголовье крупного и мелкого рогатого скота Это там в четыре раза больше Там у нас 7 миллиардов Вот посчитайте, сколько их Нам И вот это все кушает И кукает Действительно Потому что гигантские стада Вот Латинская Америка Она же скошена в основном-то Не под поля А под скотину То есть у них пастбище Гигантские пастбище То есть это Бразилия Аргентина Чили Вот Вот И вот все это вместе То есть Ну, а как мы это можем регулировать? Кому-то запретить иметь машину? Почему ты вот Да, имеешь Но не имея Семья не больше одной машины А если мы живем там Где вот каждый должен иметь машину У нас здесь автобус раз В сутки ходит Вот в Америке Сплошь и рядом такое Моторка в Америке Да, да, да Машина очень большая проблема В целом Сжигание Как бы Да, вот Ископаемого топлива Для Электроэнергии Как мы получаем? Огромное количество электроэнергии Сжигание газа и мазута Угольные станции Да, да, да Поляки там Все за уголь И ура Вот Вот я был на Мальдивах Надо по себе Переходить на атомную энергию Почему не делают? Нет, ну тут Зеленая Тут масса причин На самом деле И солнце Да, и солнечная энергия Ветровая энергия Они тоже имеют Свою оборотную сторону Утилизация всех этих батарей Производства Всего то, что делается Оно по сути Обесценивает Вклад этих Источников энергии В зеленую экономику Они такие дорогие И чтобы их сделать Нужно столько всего потратить Испортить Отравить И так далее Что Упс Об этом мало говорят Политики говорят Мы сделаем Европу В 35-м и будет В зеленую Время полное Ну хотя бы двигаться Значит Я снимал вот это Это не мои снимки Но я был После вот этих всех Пертурбаций 98-го года И последующих Это был на Мордивах В 2004-м 2006-м 2008-м И 2016-м В феврале В феврале Еще все было живое Вот это уже было в мае В июне Это все уже лежало в руинах То есть Вы представляете Вот это После того, что я вам показывал В начале Кладбище Это все выросло Это все опять Восстановилось Как бы где-то хуже Где-то лучше В зависимости от течения В зависимости от многих факторов Оно теперь вот 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 смотрите Вот это 2019-й год То есть Практически Там 4 года тому назад И Вот это После 2016-го года Как было Вот это Как стало Вот это Молодые колонии Начинают возвращаться Кое-какие А где-то Они не начинают Возвращаться Вот этот хлам Лежал И вот то, что превратилось Тут кораллов почти нет Дело в том, что Я то, что вам говорил Не все Экосистемы Или места Участки В них Не все диатопы Способны К восстановлению То есть Типа Дайте отдохнуть А оно Опять все там Зацветет Вырасти Нифига подойдет В некоторых местах Какое-то Восстановление Возможно А в некоторых местах Нет От многих факторов Это зависит А вот вам Багамы В 20-м году По ним шарахнуло Тоже наросло Достаточно быстро И много Вот А это уже Мертвое Это опять же Обложка Журнала Nature Вот Видите Да То есть Типа Надежда То есть Так Выглядел В 2002-м году Один из кусков Большого Барьерного Лифа Коллега Мне дал Фотку Вот такие Вот эти Плиты Спускающиеся По склону Там До глубины Чуды В 30 метров Это я был Это моя фотка Вот это Теперь Как там Там Выглядит Все Вот это Не кораллы Это гидрокораллы То есть Это Вот эти Имитирующие Кораллы Что-то О Классик Жанра Вот такое Это большой Барьерный Лиф Теперь Такой Репки Плавают Туристов Возим Дайвер Дурачки Они Все равно Ничего не Понимают Очень люблю Эту фотку Потому что Это Показывает Еще то Что Расстояние До берега Значение Не играет Это Это Проверили В 5 Суток Хода Большого Барьерного Рифа На Восток Куда Приехала Команда Ви Снимать Красоты Большого Барьерного Рифа Они Нырнули Поплавали Над Этим Кладбищем И Уехали Это 12 Год Это Как раз Как Я Там Тоже Барьерного В 16 Году То есть С 12 До 16 Где-то В каких-то Местах Быстро Растущие Виды Опять же Я говорю Что Есть Те Которые Растут Очень Медленно Долго Они Зачастую Устойчивы Более Тепловым Волнам Вот Эти Паритосы Большая Часть Из Паритосов Которые Поделели Они Восстановятся Слава Бога Допустим В октябре Где-нибудь Когда Похолоднее Станет В сентябре Вот Ну а то Что быстро Растет Оно Снова В этот Хлам Развалился Вот Статья 20 Года Это Три Самые Сильные Обесцвечивания Кораллов На Большом Барьерном Рифе Которые Прокатывались Последовательно В 16 17 20 Годах Как вы видите Они затрагивают Разные Да Участки Зеленые Это Ну как бы Ничтожно Это было Посмотрите То есть Вот В 16 Году Половина Сдохла Они пытаются Они снова Пытаются Личинок Посылают Из глубины Потому что Часть Популяции Всех Практически Видов Которые Живут На мелководье Она все-таки Существует И поглубже Не все Виды И вот Надежда На то Что Те Которые Живут Там Где Похолоднее Они все-таки Продолжают Размножаться И они все-таки Посылают Своих Личинок То есть Личинки Оседают Там На свободных Местах И вот Из них Возможно Некое Надежда Существует Возникнет Или восстановится Тот риф Который Хотелось бы Чтобы он Существует Вот Фот Да Фотографии Самолета Три года Назад Кэтенгора Приехала Снимать Ну вот Большой Больвер Ну и все Теперь Как бы Финал Апофеоз Все с этим Все можно Делать И можно ли Делать Вообще Как я В самом Начале Показал Статью Значит Самые Великие Умы Занимающиеся Коралловыми В мире Австралийцы Американцы Англичане Французы Вот Они считают Что мы Уже Коралловые рифы Потеряли В том виде В котором Они были Еще в 70-80-е Голи Мы Больше Не способны Как бы Мы их не увидели Мы Грубо говоря Последнее Поколение Мы Вы Еще Да Которые Могут Увидеть В каких-то Местах Что-то Отдаленно Напоминающее Вот это То что Называют Престилин Стей То есть Совершенно Нетерственное Нетронутое Чисто Я в своей Жизни Таких мест Видел Всего Три В него И это Действительно Как бы Шокирует По сравнению Всем тем Сколько я Наплавал Сколько я Нырял Видел И так далее Это когда Ты плывешь У тебя Полное счастье То есть Это состояние Абсолютное Вот это Экстаз Вот одно из Таких мест Здесь есть Напрасно Потому что Все таки То что мы Сегодня Даже видели Последний Дайв На верхушке Очень неплохое Участок Неплохой Участок Рима Хотя многие Тоже с Белыми Катными Но вот Когда вы Представляете Сотни квадратных Метров Сколько Уводит За горизонт Это совершенно Неповрежденный Попров Коралловый Без Единой Дыры Без единой Мертвой Колонии Все Живое Понимаете Вот когда-то Это было По всей нашей планете А теперь Это вот Единичные Точечные места И когда Вылез А там Сафаги На этом Медлариф Я говорю Ребята Вот это реально Надо охранять Вот здесь Нельзя Нырять И так далее А там Говорят Сюда Все равно Никто Не ходит Неинтересно Тут одни Кораллы Тут Рыбно-рыба Нет Местные Уже Выловили Потому что Ночью Идут С горпунами Местные И там Пьют Попугаев Я говорил Сколько Здесь лески Наги Видели Да Вот Поэтому Окей Два Других Места Вот Еще Два Других Места Мы будем Говорить С вами Можешься Чуть Позже Хорошо Я расскажу Кому Вот Да Я на ревно-коралловых рифах Значит С 98 Года Там 25 лет И в подавляющем Большинстве Места Где я Был По всему Миру Это Слезы Кошачьи Это Кошкин Это Все Очень Очень Плохо И Судя По всему Эта Тенденция Будет Продолжаться До тех пор Ведь вы понимаете Что глобальная Климатическая Система Штука Очень Инерционная Она уже Накопила В себе Столько Чтобы Говорить О каком-то Охлаждении Еще Чего-то Нам Не Приходится И мы Не Собираемся Пока Мы Не Сожгем Ископаемое Топливо Следующие 120-150 Лет Поворачивают Обрат Потому что Наши Правители Руководители Государств Они Им Эти кораллы Гробой Они их Видали Им выборы Очередные И все остальное Накормят Население И так далее То есть Об этом Реально Даже если Типа Какие-то Киотский Протокол Давайте Ограничим И так далее Вот Все Крупные Корпорации Об этом Не заботятся Им это Неинтересно То есть Вот Тот Кто Реально Руководит Нашим Миром Это Крупный Капитал Который Не Вкладывается В это Практически Вообще Не то Что Там В охрану Каких-то Кораллов Боже мой В самых Казалось бы Цивилизованных Странах Как Германия Как Франция И так далее Вы не представляете Какой бардак С теми же самыми Удобрениями Там Совсем 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 Там тоже Деньги Там тоже Взятки Там тоже Все остальное То есть Как бы Получшая Ситуация В Германии Нет права Но В Германии Там Дистанция Слушай Чем нам Собственно Грозит Решение Кораллова Ну Понятно Что Решились А как Это Отразится На Донесише Допустим Ну Островные Народы Куда-то Надо Переселять Или Кормить Их На месте Потому что Они Лишатся Так сказать Того Так сказать База Финансо-экономическая Которая Не существует Это Огромное Количество Островов Океанов В первую очередь Если По большому Решению Вот Это Ну Вот Если Если Вот Так сказать Там живет Не очень Много Ну Не очень Много Но Это Все-таки Самобытные Этмосы Там Все Все Ну Да Их Наверное Можно Снабжать Большой Зимой Уничтожение Кораллов Приведет К Эрозии Очень Большого Количества Участков Да То есть Кораллы Сдохнут Через Какое-то Количество Времени То Что Они Понастроили На дне Постепенно Разваливаются Волны Ну И тогда Начнется Надо Будет Строить Всякие Дамбы И прочее Чтобы Защищать То Что Они Защищали Австралию Типа Смывают Ну И не только Австралию На самом Деле Многие Что Ну Да Это Биоразнообразие Как таковое Это Экономика Тех Районов Которые От них Зависим Да По сути Делаем Ну Вот В том Или Ну Ты Хочешь Сказать Да И сдохнут И Ладно Большая Часть Населения То Более Глобальными Процессами Более Глобальными Процессами Ну На самом деле Водоросли Которые Живут В кораллах Скажем Так Да Они В общем Довольную Существенную Часть Баланс Углеродного И Кислородного Нашей Планеты Играют Да То есть Основное Количество Кислорода Вот Ваша Идея Кто Продуцент Основного Количества Кислорода На нашей Планете Супер Да Это Океанические Удоросли Да То есть Мы Срубим Все Леса Какие только Есть Это 20% 80% Будет давать Океан Мы Не Задохлись Да Ну Это Тоже До Хрена На самом Время Это Очень Много Леса Они Очень Многие Другие Вещи Обеспечивают Да Вот Что Что касается Кораллов То есть Те Две Первые Очевидные Ищи Которые Я Напомянул Они Как бы Вот Самое Главное Уровень Жизни Жители Мальдевских Островов Сильно Подскочил Как только Им запретили Ловить рыбу Большая Часть Из них Не Имеет Возможности Учиться Допустим Я Когда Был На одном Курортов Мы Собирали Деньги Смотрите Курорт Поставил Корзину Такую Товарищи Туристы Давайте Сбросимся У нас Рядом Деревенька Там Две Девочки Поедут На Шри-Лан Учиться На Учительниц Давайте Спросим Семь На Степенди Потому Что У Деревни Денег Нет У Государства Тоже Нет У У Квоты По Этим Деревням Сколько Они Распределяют Денег На Своих Учителей И Туристы Ходили Кто 3 Евро Кто 5 Евро Бросали Значит Может Это PR Но Когда Ты В Деревню Ходишь На Экскурсию Там Вообще Это Страх Я На Там Очень Скучно Там Очень Скучно И Никакого Прорыва Туда Поэтому Собственно Ну да Ты говоришь Население Конечно В одном Шанхае Живет Больше Чего Во всем Тихом Океане На этих Островах Но С другой С другой Куда Тодевать Действительно Надо Ну Вот Это Я Тоже Показал Вот Это Выглядит Как Коралл Выглядит Но Здесь Нет Ни Одного Жесткого Коралла Это Все Гидрокораллы Это Имитация Да Вот Там На заднем Плане Кораллы Это То Что Одни Виды Там Меняют Другие Вот На Сейшелах Что Произошло Левая Так Сказать Колонка Это Одно И то же Место Сфотографированное До Ромирании 98 Года Шарахнуло И Восстановилось В 2011 Я Нырял Там В Сейшелах Сейшелах 15 Все Они Говорят А да Тут У нас Два Года Назад Длитель Но И Туристов Все Возят Ну А Вот Справа Место Которое Трансформировалось В Другой Биоциноз Но Покрыто Водорослением Зеленым Куда Кораллы Не Вернулись Вот Ну Это Северная Бали Это Второе Место Из Тех Которые Я Видел Которые Действительно Заслуживают Того Чтобы Назвать Его Таким Кристин Это Малюсенький Остров Меджандан На Северном Бали В районе Национального Парка Местного Очень Большой То есть Бали Он Очень Гетерогенный Да И очень Сильно Заселен И Много Все Там Две Деревни Всего У них Маленькие Какие-то Поля Вот Три Или Четыре Маленьких Отеля И Вот Я Когда Эту Фотку Увидел Это Не Моя Вот Я Решил Гатом Буду Я Туда Поеду Я Туда Я Нашел И Действительно Вот Тогда У меня Есть Четыре Часа Съемок Просто Монстоп Плывешь Не Останавливая Снимаешь Налево И Направо И Это Все Бесконечные 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 Живые Настоящие Кораллы И Почему Это Там Сохранилось Одному Богу Известно Третье Место Это Филиппинный Остров Всевол И Вот С Филиппинами Там Очень Все По-разному Во Многих Местах Казалось Быть Курорты На Берегу И Все Там И Население Какой-то И Поля Есть И Такой Хаус Риф Что Просто Закачаешься У меня Тоже Такие Съемки Рядом Остров Этот Паскадора Знаменитый Может Кто-то Слышал Филиппины Лежат Вдоль Филиппинского Желоба Знаменитого И Типа Холодная Вода Из этих Желобов Из этих Проливов Она Так Или Иначе Демпфирует То есть Демпфирует Влияние Вот Эти Heat Вейпс То есть Она Там Из-за Демпфинных Вод Недалеко Расположенных Она Не так Прогревается Вот Это Три Места В жизни Где Я Осталось И У меня Все Эти Видео Есть И К сожалению Вот Это Мой Крестон Вот К сожалению По Этому Меджам Дану Шарахнуло В 2016 Году Я нырял В 2015 Шарахнуло И Куски Большие Сдохли Вот Но Значит Вот До Этого Почему-то Это Все Обходило Это Выросло После 98 Года Смотрите За 5 Как они Быстро Могут Расти Проблема С ними Еще В общем Заключается Как Очень Часто Первыми Приходят Быстро Растущие Быстро Заселяющие Все Виды Аппортунистов Им Все Равно На какой Глубине Все Равно Какое Течение И так Далее Они Вот Пришли А больше Здесь Никого Нет Здесь Всего Два Вида Аквакорг А Варит Для Коралл Они Еще Притеняют Да Но Они Друг с другом Умеют Лать А вот Когда Допустим На том же Меджангане Я всплывал Первое погружение Совершенно В таком Мама Такое Еще Есть Я Сверху Вот так 3 на 3 Метра Квадрат Для себя Прикинул И я Насчитал 12 видов Настоящие Кораллы Это не там Где много Кораллов А там Где много Разных Кораллов И они Вот так Вместе Вот этот Комплекс Они умудряются Впихивать Друг друга Вырастать И как то Даже не очень Друг с другом Воевать Некоторые Воюют Вот Поэтому Вот это Стерильная Красивая Такая Картинка Вот Атол Кандалуду Который Очень быстро Восстановился Рядом Остров На нем Пол Маккартни Медовый месяц Со своей Второй Женой Проводил 5 бонголов Ночь 2000 долларов Ну так и Маккартни И вот там Вот это Все Очень быстро Выросло И я плавал Но я чувствовал Что это Как бы Вот Что-то мне здесь Не хватает Черт Одна Акропора Одна Акропора Еще одно Место Очень хорошее Не знаю Что там С ними Сейчас Это Оман Там Практически Нет Ветвящихся Кораллов Очень мало Акропор Тех же Самых Патилопор Вот Но зато Мантиплоры Паритесы Диплор Это Это Такие Огромные Скатерти Это Такие Фигламы Все остальное Гигантское Количество Рыбы Там Нет Практически Населения Местного Там Тот Верблюд Который Мы будем Местить Послезавтра Вот Вот Это Стоит И Жует Так И смотрит Печально Все Выжженная Земля А вот Под водой Вот Тогда Это место Там Дайверы Назвали Аквариум Но там И туристов Нет И дайверов Тоже Полное Счастье Совершенно Но Один Дайвер В остальных Местах Походся На все Значит Как я уже Сказал Надежда На то Что Мелтоводные Экосистемы Которые Поражены Сильнее Всего Коралловые Участки Экосистемы Могут Быть Восстановлены За счет Личинок Которые Поднимаются Из колоний Живущих Над глубине Дай бог Дай бог Это Вот Одна Из Надежд Я Уже Иду Так Сказать Совсем На 12 При 15 Второе В экспериментах Показано Что часть Из этих Симбионтов Выдерживают Туда То есть Можно предположить Что некоторые Кораллы Утратив Одних Будут Заселены Другими Более Термосильными То есть Более Устойчивыми В экспериментах Это Удавалось Делать По крайней мере В природе Не знаем Кораллы Полезут Субтропики То есть Кораллы Будут Заселять Те места Где Условия Будут Им подходить То есть Они полезут И на север И на юг Только в те районы Где их не было На самом деле Кораллы Как вы знаете Ну Можете себе Предположить Жили И допустим В той же В Виландии И в Антарктиде Когда там Было Тепло Когда уровень Мирового океана Не было Полярных шапок Был выше На 150-170 метров Выше Чем сейчас Они Занимали Такие территории Которые Нам даже Сейчас Не сняться То есть Это Один Из вариантов Выживания Они уйдут Просто в те Зоны Где Они Не существовали Раньше Постепенно Будут Пододвигаться Инвазивные виды Как бы Известные Штуки Но вот С потеплением Действительно Я нашел Еще Будучи Штудентом Скорпиона На юге Саратовской Области Мы поехали Туда На практику Ну где Скорпионы Живут Ну в Средней Азии У нас Живут На Кавказе Живут Да Естественно Это известно Ну у нас Там Что-то Где-то На юге Там Какой-то Казахстан Вот там Вот еще Да Вот туда Естественно Калмыкия А чтобы В Саратовской Области И главное Я Камень Поднимаю Он раз Так И убежал Вот И вот Так я Студентам Открыл Скорпионов На градус Севернее Чем Считалось Что они Живут Слушай На юге Саратовской Области Верблюда Живут Ну их Туда Как бы Не дикие Живут Ну да Эти-то Сами Пришли Понимаешь Да Верблюда Привезли Поэтому С течением С витрами И со всем остальным Это в общем Потенциально Возможно Ну и Конечно Это Вот это Самое главное Самое трудное На самом деле Это Заинтересовать Местную Элиту Чиновников В том Что Это нужно Для сохранения Культуры Да Вот эти Коралловый Треугольник Это что Это север Попой Новая Гвинея Это запад Это Индонезия Это север Это Филиппины Вот Скажем так 70% всего Разнообразия мира Сосредоточено Вот в этой зоне Да Которая Как вы знаете Дико коррумпирована Многие районы Страшно бедные Да Там Страшно грязные И так далее И так далее И так далее Вот 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 Каким-то образом Значит Мировое сообщество Должно заставить Людей Которые Манипулируют Ресурсами В пределах Этого То есть Формировать Какие-то Межправительственные Более Соглашения О запрете Лова А тут По ночам Китайский Траулер А за ним Еще один И так далее Что очень сложно Контролировать Как вы понимаете Ветнамцы Ветнамцы Китайцы Наши Краинцы Кого там только не было В свое время Вот Так что Вот Образование Так сказать И попытки Крупных государств Вот этого золотого миллиарда Который еще сам Внутри себя Договориться Никак не может А вот Воздействовать На судьбы мира В тех районах Где живут кораллы Каким-то образом Сложно это все Очень сложно Национальные парки Дают Да Вот я вам показать Хотел Как выглядят Вот эти плавающие Как это называется Floating fishing device Видите Да Это вот Как вот Мальдивцы Решили эту проблему Они таких Понатыкали Много Несколько Десятков По крайней мере Вокруг Главного Острова Вокруг Малей Еще там Какое-то количество Подругим Остров Остров О Да Да Еще одно С искусственными рифами Игрушки Долго Лет 30 Пытались сделать Ни черта не получилось На самом деле Это слишком большое мероприятие Слишком большие площади Заня И бреши Которые пробивают В этих стенах Кораллы В тех же потеплении И прочее Вот Они Как бы Технически Невозможно Это так Настолько ресурсов Емкое мероприятие Да Кораллы растут Вот Один Дядька Очень хороший Главное здоровье На Мальдивах На Мальдивах Опять же Он собирал В лагуне Ну как бы Первый раз я на Мальдивы приехал Когда я понял Когда я понял Что две трети туристов Которые туда приезжают В море не заходят Они боятся Они сидят В пресных бассейнах По курорту И смотрят на море Вот так Потому что там страшно Вот Да И он Значит В лагуне Приклеивал Эпоксидной смолой Куски кораллов Которые выломали Там Волнами И прочее Собирал Со своими помощниками Вот так вот И создал Коралловые сады И теперь Там плавает Весь курорт Кверху попой На глубине Там полтора метра Потому что Это настоящий Коралловый риф Вот у него Это все И до сих пор Потом эта мода Пошла по ветре И по разным курортам Не стали такое делать Потому что Большая часть людей Боятся Откета Очень боятся Куда-то там Да А вот же местные На Гавайях Вот это плитаж Они не плавают Молодежь Они вот так Перекрестятся Нет Ну про местных Это отдельно Да Это статья Потому что Даже рыбаки Плавать не видят Вот Заканчиваем А таких Каких-то Мыслей Про переселение Искусственных Типов Субтропики Нет Значит Искусственные Рифы Строили по всему Миру Большое количество Затапливали Суда Строили Использовали Старые покрышки Старые Строительные Материалы Какую-то Тревесину Они Просто кучей Наваливали Или делали Какие-то Более-менее Правильные Геометрические Конструкции В надежде Что на них Осядут Личинки Кораллов И это все Начнет Вести Во-первых Не на все Осело Во-вторых Не все Из них Оказались Стабильными Это все Вырастает А потом Рушится Но вот Одна из Идеев Была Строить Металлические Конструкции Подключать К ним Солнечную Батарею На постоянном Токе Заземляют С другой стороны Пускай через Этот контур Слабенький Ток Тотше Буквально За месяц На них Появляется Корка Известковая И на них Начинают Оседать Личинки Кораллов И не только Кораллов А в некоторых Случаях Они еще И обломки Сюда Приклеивали Привязывали И вот Допустим Такая конструкция Называлась Лотос И она Довольно Большая На склон Хаус-рифов Оставили На том же Севере Бали Да Вот еще Один Барнакл Называется Типа Морской Желудь Я там Вокруг Рассекаю Это То что Выросло За 8-10 Лет Ну Как сказать Но все равно Объемы Не те Масштабы Не те Эксперименты Типа Вроде как Неудачные Но Сколько Нужно построить Такого На морском Дне Что-то Заместить Естественные Штуки Ну И они Пытаются Детишек Обучать Что Типа Все почему-то Считают Что аборигены Очень хорошо Знают Природу Вот Да Очень Дережно К ней Относится Берегут И так далее Полная Лобода Значит Мальдивцы Говорят У нас Тут Два Лида Черепахи Есть Я говорю А как Вы Их Различаете Ну Когда Говорят Одну Пьешь Мы Пробуем Кровь На вкус Вот Мы знаем Так сказать Меня дедушка Научил Что Если Она Горчит Вот Ее Нельзя Есть А Второй Вид Вот Когда Убьешь Вот Как Они Относятся И на самом Деле Все Ограничения Типа Не убивать Беременных Самок И там Еще Что-то Они Возникали Только Когда Когда Уже Все Выбит А Черт Понимать И Шаман Так Почесав Лысину Да Не Хорошо Если Беременную Ты Убьешь Она Ничего Не Ради Не Убивай А Мы Это Так Считаем То Что С Этим Делать Мы 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 Большей Части Своих Проявлений Мы Остались Теми Же Неандертарцами Убей Ближнего Своего И Возрадуйся Да Казалось Сколько Лет Прошло То Что Сейчас Делается У нас 90-е годы Вы Количество Жертв В Югославии Знаете Вот Эти Войны Хоть Приблизительно Знаете Сколько Погибло После Развала Югославии Серпов Тех Самых Несят Но Есть Такие Оценки Железно 300 тысяч Могил Подумать Треть Миллиона Была Убита За Два С Половин Года Чуть Не В Центре Европы Что Сейчас У Нас Делается Что Да Нам Все Говорят Что Вы Делаете Нет Американцев Никто Пальцем Не Показывает Гражданская Война После Вторжения То же Самое В районе Миллиона Полутора Жизни Это Мы Такие Крутые Продвинутые Выгоревшие Айтишники Биологи И все Охренеть Просто Охренеть Что Мы Из Себя Представляем Как Социум В глобальном Смысле Как Лишь Кому Тут Нахрен Кораллы Чем Пашки Глянье На строительство Подмосковной ЖК Кажется Мы Может Их Построим Доготик В отдельно Взятом Городе Нет Ну Вот так Подмосковной ЖК Хорошо Товарищи Я Я Вас Предупреждал Что Вторая Часть Моего Рассказа Будет Депрессивной И это Действительно Так И Вы Все На самом Деле Без Меня Это Прекрасно Знаете То Но Мы Живем Каждый День У нас Свои Проблемы Свои Заботы Каждодневные Так Мы Строим Свою Жизнь Мы Своих Детей Пытаемся Может Быть Завести Кто Вот И Растить Те У Кого Они Есть И И Хочется В Лучшее Верить И И так Далее И так Далее Мое Мнение Что Чем Ну Оно Конечно Такое Очень Расскорчатое Чем Быстрее Род человеческий Исчезнет С лица Нашей Планеты Тем Будет Лучше Мы Не знаем Каким Образом И как Долго Это Займет Но Мы Совершенно Не Продуктивны Мы Сейчас Деструктивны Дико Деструктивны По отношению К экосистеме Нашей Планеты Поэтому Там Фильмы Типа Инферно Когда Помните Вирус Безумный Миллиардер Так Сказать Хотел Через Стамбульскую Вот Это Водохранилище Подземное Распространить Вирус По всему Миру И Человечество Умрет За неделю Я Люблю Это Самая хорошая Новость Мы Знаем Кому Это Сатур Патришные Воприятия Направленные На Удлинение Периода Жизни Человечества Нет Естественно Естественно Все биологи Такие Да Все биологи Такие Большая часть Биологов Незонтропы Невероятные Потому что Мы понимаем Пропасть В которую Мы уже Шмякнулись А большая Часть населения Живет На поверхности И как бы Ну это Классика Общество Потребления Мы хотим Хорошей квартиры Мы хотим Хочи всего И не значит Что мы должны От них отказаться Но в целом Пути Какого-то Рационального Так сказать Настоящий момент Просто Спасибо За внимание Завтра Будет другая Спасибо 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 Спасибо